Привет-привет, YouTube! Вы на канале Иванова Вадима, и сегодня мы рассмотрим российский синий Честерфилд. Вот, друзья, это измененная, это редизайнерская пачка, теперь красный Честерфилд будет оранжевым почему-то. Ну, синий вроде бы остался как бирюзовым, все же это не синий. Друзья, это новая пачка из Честерфилд, легендарный бренд, и здесь нас встречает вот что. Как мы видим, все прочитали? Я надеюсь, все. Кто плохо видит, читаю. Честерфилд, the blend of three, ну, третий бленд. Сочетание трех сортов табака, Вирджиния из Америки, Берлей из Африки и Ориентал из Южной Европы. Высокое качество с 1896 года. Друзья, очень крепкие, сильные заверения, заверения такие, они тут долбанули, даже бленд свой немножко описали. Понимаете, как таких премиально высоких, очень вкусных, хороших сигарет. Но, насколько я заметил, уже давно очень это было замечено, чем больше на пачке надписей, какое прекрасно у них там легендарное качество, чем хуже сигарет. У Петра, у Петра Первого вообще написано, Великая Россия. Так извините меня, если такая Россия будет, как эта сигарет. Встречаем, ну, как говорят, как говорилось в одной великой игре, война, война никогда не меняется. Так вот, Филипп Моррис, Филипп Моррис никогда не меняется. Все одно и то же, бумажки только, правда, здесь продавлено чисто Филд. Изначально такие бумажки только были у, вот эти вот, у Парламент, у их самых премиального бренда. Кстати, да, у Филипп Моррис это не Мальбор премиальный бренд, а Парламент. Он изначально делался, Парламент, для людей с высоким очень достатком. Фильтры, друзья, сейчас вам сорву, покажу, какие фильтры. Мне это пока повысыпался здесь табачок почему-то. Вот, друзья, что у нас встречает. Как мы видим, вот такие вот у нас красивые фильтры здесь, фильтр Мундштук, Блю. Кстати, цена этой рублей 135 рублей. По российским меркам, я считаю, это нормально. Интересные фильтры, вот сейчас покажу, как выглядят сигаретки. Ну, вот я не знаю, ну, блядь, что за маркетологи, что за, кто-то их берет, слушай. Сколько они там насосали, чтобы их туда брали, понимаешь? На работу, блин, не умеющих людей работать. Как мы видим, вот нас встречает надпись Честерфилд, значок этот, корона, по-моему, это да. Да, корона и Честерфилд, только надпись синим, Блю. Раз синие сигареты, сделайте более узнаваемую, вот эту вот корону и надпись Честерфилд, сделайте ее вот этим своим бирюзовым цветом. Ну, согласитесь, что я не знаю. Делайте это отличимое, свои сигареты от других каких-то. Вот, посмотрели мы, как выглядит, давайте пройдемся по сигарете. Вот. Давайте по набивочке посмотрим. Ну, умеренная набивка. Тут, я понимаю, она очень хорошая, очень плотная. Кончик вообще набит очень хорошо. Вот. Одно кольцо перфорации, фильтр Дины. Какой-то вкус имеют. Ну, здесь не, по крайней мере, нет вот этого сливкового запаха, как у парламента сейчас не делал. Давайте закурим их, бленд номер три. Дыма мало, смог поменьше. Здесь реально так урезали они их. Честерфилд такие. Я помню, как-то вот малой-малой была пачка у меня Честерфилда. Откуда вот, не помню. Ну, я их точно не покупал, она была у меня. И была еще зажигалка Честерфилд. Написано. Напомню, я еще выпендривался, что я подкуриваю сигареты Честерфилд. Красный Честерфилд был. Ну, крепкий. Зажигалка Честерфилд такая красивая зажигалка была. Неопередная. Вот. Они термоядерные были вообще. Вынос можно. Маленькая зачастка, в принципе, проходит неплохо. Комочек чувствуем. Друзья, мне нравится, как она горит очень быстро. Пимпочка вот эта вот, начало, было очень крепко набито. Это, ладно, туча в середине пошла. Обычно, когда набита хорошо сигарета, она долго горит очень. Здесь, как мы видим, сантиметра уже практически нет, друзья. Давайте большую. Вы знаете, что-то в них есть. Что-то в них есть. Это не обескушенные сигареты. Это, 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 это сто процентов, друзья. Это не обескушенные сигареты. Это нормальные, в принципе, есть что-то в них табачное. Но сейчас распробуем. Это табачное все-таки соусирование производилось какое-то. Или здесь есть настоящий табачный вкус сейчас у них. Три подряд больших сделаю. На крепость проверят. Крепость здесь есть никотина. Ух, смольнуло. Три очень больших сделала. Посмотрите, сигареты уже половину, больше половины нету. Вот. Пепел пока держится. Сейчас он, блядь, задержался. Это ты сглазил. Друзья, у них бы могло получиться неплохо. Горечь пошла под конец. Все, сигарет нету. Все. Я эту сигарету с 5-затяжку скурю. Это продукт быстрого горения, который я не рекомендую за 135 рублей. И все, вина тому, потому что табак так не горит. Табак был чем-то, я не знаю, или он высох так очень сильно тут. Вкус вроде бы был табачный. Ну, принятый, табачный. И у мать бро российского есть табачный вкус. Реально есть табачный вкус. И у мать бро российского. Он такой непривередливый. Короче, пойдет, они считают. Ну, раз пойдет, считают российскому потребителю табака вот это вот. Честерфилд. И со своими вот высокими, завышенными вот этими вот. Что у них такое высокое качество какое-то. Ну, не позорьтесь. Не позорьтесь. На американский пишите, что там высокое качество. На этих не пишите. Ну. Я не рекомендую. Она сгорела очень быстро. Что-то вроде бы есть. Ну, она найдет своего покупателя. Кто курил Честерфилд. В принципе, неплохо. Но сгорит. Нет, нет, нет. Оно, понимаете, это не совсем говно обескушенное. Нет. У них что-то есть такое. Было такой выхлоп. Я даже не распробовал ее. Я не хочу второй курить. Друзья. Я не буду курить больше. У них что-то было вроде как табачное. Я даже не успел распробовать. Я сделал три больших. Сделал две затяжки не в себя. А, нет. Четыре сделал больших. Две не в себя. Две в себя. Это чтобы вкус был отдален. Она сразу выветривается. После вкуса нету никакого. Не вот. Получает высокое качество. Своим высоким качеством. Косами курить. Не рекомендую. Но, как на перекур у человека. Понимаете. Все же выебываются. Вот правда, блядь. Что химия, химия, химия. Ну да, ну вон, есть тебе не химия. Покупай. Ну. Так вот тебе кошелек-то дырявый. Так покупать-то не химия. Покупай сигары, сигарилы. Ну, кури. Трубочный табак, пожалуйста. Вообще море. В любой табачной лавке трубочный табак найдешь. На 15 голов выше вот этого всего. Какие 15? Дерьма вот этого. Понимаете. Курит. Ну да че ты их не куришь. Вот. Химия, да. Вот это химия. Я их не рекомендую, друзья. Но. Кто курил Шистерфилл, в принципе, здесь это не отвратные совсем сигареты. Не отвратные. Нет. Я их так сказать не могу. Давайте так, наверное, больше я не буду говорить рекомендую, не рекомендую. С моих слов вы, наверное, я надеюсь, мне срок... Я хочу, чтобы меня смотрел умный зритель, который немножко мог там что-то себе дорисовывать. Вот. Я думаю, вы все понимаете. Сигарета не должна-то гореть. Это невысокое... Вот если без этих надписей, да, про бленд, про свой, про супер-пупер какое-то качество, может быть, я дал бы зеленый свет. Ну да. Ну, как и сейчас получилось. Кто курил его, тут, в принципе, курить можно. Это не обескушенное сено. Нет. Но то, что горит, конечно, для себя. Я бы себе дар ободить не нужно. Вот. Бесплатно. Понимаете. Вот. Подписываемся на этот канал. Шистерфилл, кто курил, тот уже привык к этому качеству. Понимаете, вот это. К быстрому горению, ко всему кури и дальше. Твое здоровье. Ну, а мы, друзья, в поисках. То есть, я в поисках для вас. Для чего это делается контент? Чтобы ты, зритель, умный зритель, посмотрел. Если Вадим говорит нет, ставим галочку нет. А зритель какой получается? Вадим говорит нет на откровенное говно. А зритель иногда пишет, а где его купить? А почему он у нас не продается? Я таких людей не понимаю. Пока-пока, ребята.